Найди свой путь к успеху. Именно под таким девизом в этом году проходила Республиканская Олимпиада школьников. В эти выходные в институте образования наградили ее участников. Кто стал лучшим из лучших и как поощрят тех, кто помогает ученикам двигаться вперед. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Ученик 11 класса Алатарской школы Илья Алексин одерживает победу в Республиканской Олимпиаде уже третий год подряд. Говорит, что ему было труднее готовиться, чем другим ребятам. Приезжать на подготовительные курсы в Чебоксаре не было возможности. Молодой человек все изучал самостоятельно, причем не только по школьным, но и по вузовским учебникам. Уровень намного выше, чем в школьных учебниках, поэтому мне приходилось готовиться по вузовским учебникам, которые я находил в интернете или покупал сам. Но сложнее всего практика, потому что я живу в Алатаре, и сюда мне ехать на занятия по практике трудно, и поэтому мне приходилось самому. Но я в основном там практикум всякие скачивал, видео смотрел в интернете, и у меня в принципе все это хорошо получалось. Высокие баллы по итогам Республиканской Олимпиады получили 98 учеников. Ребята признаются, что победа далась непросто. За призовые места в этом году боролись более 50 тысяч человек. Я стала победителем Республиканской Олимпиады по литературе. Безусловно, это огромный труд. Это уйма часов, которые были проведены за чтением книг, за занятия. Олимпиада именно по литературе, она в большей степени ориентирована на удачу. То есть попадет ли тебе то, что ты знаешь, либо ты останешься ни с чем. Впереди всероссийский этап. Победители Олимпиады по физике уже отправились отстаивать честь Республики в Сочи. Сейчас там проходит предварительный тур. На церемонию чествования одаренных ребят всегда приглашают и их преподавателей. Накануне глава Чувашской Республики учредил денежные поощрения для педагогов. За победителей международных и всероссийских Олимпиад учителя получат 250 тысяч рублей. Тем, кому удалось подготовить призеров, вручат 150 тысяч. Разработать меры поддержки талантливых педагогов Михаил Игнатьев поручил в своем послании Госсовету. Такая система поддержки приносит свои плоды. Только в прошлом году более 40 учеников из Чувашии стали победителями Всероссийской Олимпиады школьников. По итогам прошлого года Республика вошла шестым регионом по рейтингу в числе других субъектов Российской Федерации. За последние три года мы три раза подняли количество призеров и победителей на уровне России. Это о многом говорит. Но это, конечно, заслуга, прежде всего, самих детей. Мотивация их высокая. Заслуга учителей, тренеров, которые воспитывают этих детей. Всероссийский этап Олимпиады школьников завершится в конце апреля. Все ребята настроены только на победу. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.